Приветствую вас, Ирина. Я призываю вас к тому, чтобы максимально серьезно отнестись к тому, что я сейчас вам расскажу. В первую очередь, избавиться от состояния, то есть вот, когда вы говорите, что я хочу избавиться от этого состояния, это продолжение вашего же мышления, от которого вы по сути устали, как вы говорите. То есть продолжение мышления заключается в том, что вы как себя подавляли в подавленное состояние, так вы себя и продолжаете по сути дела подавлять, говоря о том, как избавиться от этого состояния, сопротивляясь ему, борясь с ним, надеясь, что оно уйдет и так далее. Но ведь это состояние появилось у вас именно тогда, когда вы делали все, что делали. И раз оно появилось, значит, вы делаете что-то не так. И первое, на что нужно обратить внимание, это на момент, с которого все началось. Вы пишите, что уже очень долгое время практически непрерывное подавленное состояние, уныние и просто плохое настроение. Это подавление себя, подавление своих чувств, подавление своих порывов, чувство завышенного долга, гиперответственность, гиперопека, соответственно, сценарий «Маточка Хабарт», о нем можете почитать в интернете. Это все про это. Но ключевой аспект, что началось это больше года назад. Вот тогда и произошли какие-то события, которые повлекли за собой данный аспект. Скорее всего, это какой-то конфликт. Это некий кризис, который вам нужно понять. Это некий кризис, который вам нужно для себя открыть, переназначить отношение к этому кризису. Далее, значит, ну, вы пишете повышенная слезливость, это, соответственно, защита, плюс потребность в внимании. Чувство одиночества, это непринятие себя, обесценивание себя, занятие самооценка. Вот, соответственно, семья и друзья есть, это, вот, для чего вам семья в 23 года? Ну, так рано, да? Вот. Соответственно, это, скорее всего, игра. То есть вы играете за определенные роли. Вы, грубо говоря, пытаетесь быть, а не казаться всем вокруг. То есть, наоборот, вы пытаетесь казаться, а не быть. Вы кажетесь, а не являетесь настоящими. Настоящие у вас никто не знает, скорее всего. Незаинтересованность в устраивании личных отношений. А для чего вы устраиваете личные отношения, если вы пишете, что у вас семья и друзья? Или вы о какой семье говорите? Непонятно. Если вы говорите о своей родительской семье, то почему вы говорите, что она у вас есть, а что могло бы не быть? Так, боязнь этих самых отношений. Ну, то есть, боязнь, опять же, эмоциональной близости, да? То есть, отсутствие границ. Личных границ. Отсутствие правил. Так, быстро пропадающие интересы, соответственно, это нацеленность на результат, не получение удовольствия от процесса, да, а именно нацеленность на результат, как, ну, в известной степени, как социально одобряемое поведение. Задорможенность. То есть, это избегание, избегание. Беспокойство, возникающее резко, не стало ничего, как говорят. Тревога. Тревога, такие, знаете, стреляющие чувства, да, это тревога, тревога, это сигнал о том, что вам нужно что-то менять. Это ваши чувства заявляют о себе, что Ирина, ты неправильно живёшь, Ирина, ты ведёшь себя неправильно. В виде страхов и пугающих мыслей. Ну, соответственно, страхопугающие мысли, это ваше желание, которое вы себе запрещаете. Ощущая себя морально старой при возрасте 23 лет, это, соответственно, подавление своих желаний, опять же. Когда вы, по 12 раз, чувствовали себя свободной, никому ничего не должной, не обязанной, когда вы чувствуете себя неответственной за секунду себя. Так, поэтому я очень суетливый, можно так выразить, что через что заботливый, на счёт со всеми как улитрицам. Так вы пытаетесь компенсировать отсутствие своей безопасности, и плюс вы растворяетесь в других людях, потому что сами себя подавляют. Это меня очень раздражает, но избавиться от этого не выходит. Избавляться не нужно, нужно раскрывать это желание и просто корректировать поведение по реализации их. Избавиться сразу в раз не выйдет, то есть нужно, это постепенная работа. Стараясь отвлекаться от себя своими хобби, ну, хобби, знаете, отвлечение, по сути, избегание. То есть, по сути, то же самое, что затормозенность, то же самое, что суетливость. Это вот одно и то, по факту одно и то же. Дальше, дальше, так, получается, но совсем ненадолго, ну, прям, ничего внутренне не меняется. Состояние возвращается и продолжает стерилизировать дальше. Основная проблема заключается в том, что вы отделяете себя от этого состояния. То есть, вы не можете дифференцировать свои желания, вы не можете дифференцировать свои чувства, вы не можете принять себя, но зато вы дифференцируете это состояние и себя. То есть, как бы, есть вы такая бедная несчастная, да, которая терилизирует это состояние, а состояние, как будто, вообще, с вами не связано, да. То есть, знаете, насколько, насколько это, вот, ну, звучит странно. Вот. Понимаете, какая история. Поэтому, я думаю, что, я думаю, что, что здесь вот нужно не отделять себя как раз-таки, вот, не отделять себя, а наоборот, наоборот, а, принять, ну, принять то, что вы чувствуете, принять то, что вы переживаете, вот. Только так можно, только так можно всю эту ситуацию поменять и скорректировать. То есть, взять ответственность личную за должность, что с вами происходит, а так, пока вы этого не делаете. Вот. Становится обидно, особенно при осознавании того, что, если бы не это состояние, я могла бы сделать много чего интересного, время стоять на месте, молодость и молодость проходят. Ну, во-первых, обидно детское чувство, это завышенное ожидание. Ожидание, вот, это первое. То есть, ожидание, опять же, без подкрепления действия. Смотрите, какая интересная история получается. Вы испытываете это состояние, да, ну, вот, состояние, которое, ну, подавленности, да, вот это вот, который вы чувствуете, вы испытываете его, это состояние. Оно позволяет вам обижаться, оно позволяет вам впадать в регресс, ну, в регрессивное состояние, когда, грубо говоря, вы, ну, по сути, ну, можете вести себя как ребенок, да, вот. И, соответственно, ничего не делаете. Можете браться, ничего не делаете. Вот это вам выгодно. Выгодно это, опять же, за счет снятия ответственности. Иногда я заставляю себя что-то делать, и от легаза выходит, но с силой быстро извлекает, и вновь наступает ошень в подавленности. Так что делаете, вы не прислушиваясь к себе, не прислушиваясь к себе, а делаете только то, что надо. Еще у меня непрерывное переживание за мою семью, от которого я уже очень устал, а не могу избавиться. Видите, вы постоянно хотите от всего избавиться, постоянно подавляете себя. А это никуда не уходит, это желание. Почему у вас переживание за вашу семью? Почему? Зато вы боитесь остаться одна. Да, вы же и так чувствуете одиночество, вы боитесь остаться одна, ведь вы себя не принимаете, и ответственность за себя не берете. Поэтому, поэтому и боитесь, что с ней тут случится. Соответственно, как только будете брать на себя ответственность, как только поработаете над принятием себя, да, как только немножко подстроите свои личные границы, и тут же, тут же, тут же, тут же ситуация начинает налаживаться, тревога уйдет. Я постоянно боюсь показаться плохой в глазах других. Вот, это основная причина, по которой вы испытываете всю эту подавленность. Откуда это у вас? Почему вы боитесь показаться плохой? Откуда вообще оценка появилась? Откуда появилась оценка со стороны других людей? Кто первый оценил вас? Вот с этого, с этого давайте начнем. Волнуюсь о том, что обо мне подумать плохо, и тут же себя обецениваете, да, весьма типичный момент. Нетипичный. Этот момент уникальный для вас. И вами он переживается по-своему. Поэтому, 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 подумайте, что такого страшного будет для вас, если о вас подумать плохо. Вот представьте, что у нас уже подумали плохо. Что дальше? Что страшного происходит? Чувствую, что не имея личной жизни и основной живой жизнью у других. Ну, правильно, что вы не привыкли прислушиваться к себе, а свои чувства подавляются. Вот вы отследите, какие чувства вы подавляете и почему. Как поскорее избавиться от этого состояния? Видите, даже вопрос ваш, он и то звучит несколько по-детски. Вот. Поскорее избавиться. Чем больше вы будете ориентироваться на результат, то есть такой социальный компонент, тем дальше вы будете от принятия себя. Поэтому избавляться ни от чего не надо. А свои желания постепенно, постепенно раскрывать. Если вы молоды, в принципе, это можно сделать достаточно быстро. Вот. Если вы будете работать с полной самоотдачей, смейте с психологом. Вот. Ну, вы не думайте, Ирина, правда, что мы здесь вот на форуме, да, в таком режиме подскажем вам уникальный рецепт для избавления от вашего состояния. Это невозможно. С вами нужно работать, вас нужно узнавать и уже конкретно вот с тем, что у вас нужно будет иметь дело. Уважайте себя. Уважайте себя. То есть неужели вы, Ирина, считаете, что вот ваши проблемы настолько типичны, что для нее есть уникальный результат? Неужели вы настолько себя не цените? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.